Друзья, приветствую вас всех! В этом видео я хотел бы сделать обзор на смартфон Nokia 3 от компании HMD Global, которая, собственно говоря, и занимается выпуском смартфонов под брендом, или даже лучше сказать, под шильдиком Nokia То есть сама Nokia к этому особого отношения не имеет Этим занимается именно сторонняя компания Собственно говоря, посмотрим, что этот смартфон из себя представляет То есть это типичный представитель бюджетного семейства Смартфон был опубликован в 2017 году И на момент анонса он стоил у нас в Финляндии где-то по ценам около 150 евро На данный момент цены опустились То есть сейчас его можно приобрести у нас где-то от 80 до 100 евро Конечно, цены снизились Я приобрел данный смартфон поддержанным С ним есть небольшая проблема Я вам ее покажу и тогда расскажу про стоимость покупки для меня конкретно Если кого-то интересует Давайте посмотрим То есть коробочка такая вот Заявлены ключевые характеристики Поддержка 4G 4-х ядерный процессор Ну сколько памяти Тут видно 2 гигабайта и 16 гигабайт флеш Ну и конечно же тут заявлено, что Алюминиевый корпус там 5 дюймов экран там И камеры 8 мегапикселей Собственно говоря, сам смартфон Мы его отложим Тут у нас лоток для смартфона Наушники не пользованные Предыдущий владелец ими не пользовался Здесь у нас одна из инструкций Остальные, видимо, уже были потеряны Либо были выкинуты сразу Кстати, скрепки нету Потому что я ее достал И сейчас она где-то у меня в ящике стола Ну, собственно говоря, обычная нокеевская скрепка Здесь у нас зарядник 5 вольт, 1 ампера И, собственно говоря, там у нас Микро-USB кабель Надо сказать, кабель весьма такой добротный Толстый, прочный на ощупь И достаточно приличной длины, я бы сказал Мне лично нравится Все выполнено добротно Сам зарядник, кабель Ну, наушники, конечно, они такие самые дешевые Даже без резиновых уплотнителей То есть, такие вот просто грубый пластик Все это можно отложить Рассмотрим сам смартфон Так он выглядит Сзади у нас камера Со светодиодной вспышкой Естественно, логотип Nokia Ну, и спереди также логотип Nokia Фронтальная камера Разговорный наушник Или динамик, как еще сказать Сенсорные кнопочки есть Но они без подсветки Сразу хочу заметить Пока я еще даже не включил сам смартфон Можно сделать это здесь То есть, кнопка включения-выключения И качелька громкости находится у нас там Вот Так, ну ладно Я думаю, нет смысла доставать лотки То есть, у нас тут Две nano-SIM карточки Можно вставить И одновременно можно вставить MicroSD карточку То есть, никаких компромиссов не может быть Так, хочу вам показать Что у нас с экраном То есть, небольшое пятно есть То есть, в какой-то момент Предыдущий владелец Видимо, уронил смартфон Потому что есть пятно Вот так же, вот здесь по корпусу Собственно говоря, я купил данный смартфон Якобы сперва за 50 евро Вместе с доставкой Но, когда он мне пришел Я вот это вот, как говорится, сделал Вот фотографии Что вот там имеется засветка Давайте я вам покажу Вот, например, в меню Это очень хорошо заметно Точнее, кстати, на камеру То не очень-то хорошо заметно Но Небольшая желтизна присутствует То есть, он сознался Что да, там была такая желтизна Но он думал, что как бы так и должно быть Что может быть просто экран такой Сам по себе Сказал, говорит Давай Закроем этот вопрос Я тебе верну половину стоимости И, как говорится Мне он все равно Этот смартфон уже не нужен Я говорю Ладно, спасибо Все, вопрос решен Как говорится То есть, адекватный все-таки Продавец оказался Вот Ну, то есть, такие дела бывают все-таки Как видите Кнопки работают Но на самом деле На самом деле, как говорится Подсветки у них нету То есть, приходится на ощупь, как говорится Искать Весом смартфон 142 грамма И толщина корпуса всего лишь 8,5 миллиметра Для бюджетника это, кстати, очень даже неплохо Естественно, поддержка сетей GSM 3G и 4G IPS-экран у нас 5 дюймов HD-разрешение Ну, то есть, углы обзора, я бы сказал, нормальные То есть, даже вот так я вижу время И в начинке у нас 4-х ядерный процессор Mediatek MTK6737 То есть, 4 ядра с базовой частотой 1,3 ГГц Это, я думаю, все-таки на сегодняшний день уже слабовато И всего лишь 2 гигабайта оперативной памяти Ну, и, как я уже показывал вам на коробке 16 гигабайт флэша Но microSD-карточки поддерживаются до 128 гигабайт Что удивительно Которые стоят даже иногда Ну, практически столько же, сколько сам смартфон Если новыми покупать в магазине Естественно Вот, и что, конечно, по камерам То есть, у нас сзади 8 мегапикселей камера С автофокусом, со вспышкой Ну, надо сказать, конечно Все-таки Качество фотографий оставляет желать лучшего Спереди у нас также 8 мегапиксельная камера Без вспышки уже, естественно Вспышка, конечно, до сих пор только в селфи-фонах таких Очень редких бывает Но зато есть автофокус И из подключений там доступны Кроме 4G и 3G Там Wi-Fi, Bluetooth 4.1 Есть, конечно же, GPS-приемник И NFC-приемник То есть, можно даже этим смартфоном Расплачиваться в магазинах Там читать бирки, теги и так далее Аккумулятор встроенный 2630 мАч И с ним можно ходить сутки Ну, для бюджетника это, в принципе, нормально Что, конечно, относительно хорошо Ну, то, что Android здесь Он чистый То есть, у нас была версия изначально 7.0 Но она обновилась до версии 8.0.0 То есть, это, конечно, хорошо Новый Android и так далее Вот такой вот, конечно, глюк Меня немножко достает То есть, я как бы сперва установил на финском смартфон А потом поменял язык на русский А вот здесь, например, Q Вот это фотографии Осталось почему-то на финском То есть, немножко как-то Какие-то недоработки все-таки присутствуют в самой Android системе Это, конечно, не есть хорошо Что касается бенчмарков Что касается бенчмарков Если интересно, то по Antutu Конечно, показатель на сегодняшний день весьма скромный 34401 балл Ну, то есть, как говорится В какие-то современные игры я бы на этом смартфоне уже не стал играть То есть, именно это просто рабочий инструмент Рабочая лошадка, чтобы звонить, переписываться там Поставить мессенджеры Ну, для фоток этот смартфон также не подойдет То есть, фотки получаются весьма базового качества На смартфонах за 100 евро Которые можно, например, из Китая заказать Там гораздо лучше даже качество фотографий Нежели если купить за 100 евро такой смартфон в Финляндии Но в целом, как говорится Все-таки добротное исполнение Металлический корпус Мне все-таки понравились То есть, да, у нас тут гнездо для наушников такое обычное 3.5 мм Ну, и снизу у нас всего один динамик И разъем microUSB 2.0 Для зарядки синхронизации там А так, конечно, да У экрана есть автоматическая регулировка яркости То есть, есть датчик, но он немножко неадекватно работает Ну, и в заключении кратко подведем итоги Из плюсов данного смартфона Я могу отметить лишь наличие двух nanoSIM карточек И microSD карточки одновременно То есть, можно бескомпромиссное такое решение Стоковый Android в данном случае можно считать плюсом Хотя, конечно, нет каких-то там наворотов Но все-таки он обновляется Относительно там китайских смартфонов Которые, как говорится, пришли с одной версии И на ней остаются Потом нужно искать неоригинальные прошивки Наличие NFC приемника это тоже хорошо То есть, можно расплачиваться в магазинах Как я уже сказал, можно читать теги Это плюс И, конечно же, цена на сегодняшний день Она уже такая более-менее адекватная То есть, по скидкам, я говорю, можно купить данный смартфон Сейчас за 80 евро Но из минусов, конечно, здесь тоже Все достаточно печально То есть, производительность низкая Камеры слабые То есть, этот смартфон, он именно не подойдет Ни для игр, ни для фотографий Ни для видео То есть, видео записывается вообще в разрешении Только лишь HD-качество Как передней, так и задней камерой И, конечно же, цена Относительно конкурентов Она все равно оставляет желать лучшего Даже за 80 евро можно найти хорошие варианты Ну, понятное дело, что там будут проблемы какие-нибудь другие Но все равно можно найти хорошие варианты И, конечно же, вот тоже меня расстраивает такой факт Что у человека стекло не треснуло Но вот удар сюда вызвал такое вот залипание кор Ну, залипание, как говорится, области на экране То есть, это раздражает именно на белом фоне То есть, вот немножко все-таки видно, что там отдает сверху желтизной То есть, это, конечно, не есть nice Но, как говорится, мне возместили часть стоимости Поэтому я доволен, в принципе Ну, и, конечно, нет подсветки сенсорных кнопок Я не знаю, зачем так экономить Но, видимо, решили, что это не нужно Это слишком уж, как говорится, роскошно То есть, мое мнение, это рабочий инструмент Покупать можно именно для таких нетребовательных пользователей Можно купить в качестве, допустим, звонилки В принципе, подойдет как угодно Для офиса, там, для всего Но я говорю, не для развлечений То есть, именно такой вот офисный аппарат А в целом, конечно, смартфон неплохо выглядит То есть, если просто, как говорится, хотите стильный, недорогой смартфон То почему бы и не рассмотреть И при том, с именитым таким шильдиком Nokia Ладно, всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Пишите комментарии, задавайте вопросы Ставьте лайк, если вам понравилось это видео Всем пока В следующем видео я вам покажу обзор на следующий смартфон Это Nokia 3.1